И так как у нас время истекает, еще раз скажу, там ниже где-то есть, наверное, придется проскочить. Вот. Вы гений, спасибо огромное. Пожалуйста, именно гением назвали. Это я уже перехожу к следующему этапу. Это еще будет ругань, моя ругань, 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 ругань. Вот. А, ну, ой, да что вы. Это наша Елена Савельевич, моя духовная дочка. Вот тут я говорю, рад за нее, хотя бы выживать может. Это не наука, хотя бы выживать сможет. Вот. И еще. Это выходит на следующий вебинар. Здесь есть и про это же самое, опять же, про пользу для тех, у кого эти опухоли, косточки. Меня никто не покупает. Я нескольким летом бесплатно вышел. Вроде бы полезно, вроде бы боль проходит, вроде бы это. Но все это не по-настоящему, все это по-любительскому. А вот так, чтобы кто-то бы занялся этой темой, выкупил бы у меня уж недорого эти 100 тысяч косточек. Вот с этим. Вот. Люди бы кого-то бы спас, или бы предупредил бы болезни. Вот это все я оставляю на следующее. На следующее это, видите. Эффективность и трасса, борьбе. Вот. С одной стороны, я не знаю, верить этому, не верить. Но есть книга, вот исторический опыт. Есть все. Почему у нас, или действительно без этого, у нас это не помогает в России. Что где-то вот лечат этим, а у нас не помогает. Или потому что у нас сроду не было абрикосовых косточек. Ну вспомните, кроме вот этих фальшивых сайтов с украденными фотографиями, что можно предложить людям, какие косточки. Вот. А про меня откуда они знают, не знают про Железово. Даже может быть и это самое, и того же Кузнецова. Это все мы с вами будем проходить. Объявление для земляков. Это, это, я еще раз говорю, я занимаюсь благотворительностью. Можете и вы помочь. Но сейчас у меня лето, и у меня нет дохода. Вот. От Сианогорского садового до Железова. Живет в Сианогорске 17-летняя девушка. На днях рода. Сейчас у нас 17-го, несколько дней осталось. Сразу становится матерью-одиночкой. Сразу. Поняли почему? Вот. Помощи ни от кого не ждет. Нет, от кого ждать-то. От того, кто ее бросил. Буду рожать и точка. Проблема. Может кто-то из земляков подарит хорошую коляску. Ну пусть бы ушла. Два в одном. Я не знаю, что сказать два в одном. Но, наверное, это что-то функциональное. Меня знают, поэтому я на связи. Железовый. Вот мои телефоны. Это городской. Это мобильный. Вот. Этот же телефон есть. Вот WhatsApp этот же телефон. Есть у меня e-mail. То есть это моя почта. Железовый садсип. Вот. Можно коляску. Можно немного денег собрать. Вот. Я уже, это, так как она еще и болеет. Ее мама инварит. Доходов нет. Я уже только на нее потратил несколько десятков тысяч рублей. Специально не считаю, сколько я. Чтобы не расстраиваться. Вот. Кто-то скажет, врешь. А у меня же есть эта история в этом. В онлайн банке. Там. Диана. Жолодева. Можете посмотреть. Сколько я денег трачу. И все равно прошу помощи. Вот. Есть помощь другая. Она даже более важная. Она двойная. Купив у меня косточки. Купив у меня косточки. Я смогу помочь ей. Еще помогать буду. Представляете, кому нужен этот ребенок. Вот. Ну, понятно. И вы, купив косточки, вырастите в прекрасные сады. И получается, и я не с протянутой рукой. Вот. Все-таки у меня уникальный сад. И уникальные эти. Вот. И вы не просто давите. Молна. Там это. Кто-то слезу выжил у кого-то. Можете давить. Но лучше косточки купить. Вот. И на этом я закончу. Почему? Как говорил Штилиц. Пусть я даже чуть раньше закончил. Как говорил Штилиц. Последнее запоминается лучше всего. А дальше будет много-много интересного. Много интересного. Ой, сколько будет всего. Вот. Будем спасать. Будем наоборот говорить. Ну что ж вы натворили. Ну как так можно было угробить дерево. А ведь научили же. Видели? Ну ведь научили же. Вы понимаете. Научили. Доктор наук вот так вот учит. Доктор наук. Ну чем ты думал, когда это. В институте учат. Ну свои-то мозги надо иметь. С 19 века вот эта посадка в яму. Гнилую. Гнилушку. Абрикосы, груши. За несколько лет сгнивают. Я когда. Вот. Помните. Выше полчаса назад я вам показывал. Значит там. Было написано текст. Что у меня погибли абрикосы. Сколько же было. Ну в общем не важно. Главное что. Я же показывал вам многократно. Хочу на этом закончить. Но как-то более понятно. Потому что вот сказал. А люди то думают. Ну что все равно. Ну и будет расти. А вот сейчас. Я имею фотографию. Я в своем саду наблюдал. Растут абрикосы. Начинал то я с ровной поверхности. Абрикосов у меня уже было море. Полно. На последних местах росли десятки. И вдруг на ровном месте. Ни у не это. Ни. Никак не. Ни вот так как на этом все было. На пятый, шестой, седьмой год. Абрикосы сгнивают. Это самолиста брометы. Я не говорю. Это у меня уже. Это новичка уже. На ровном месте. Ну не выдерживает. И все. Вот представляете. Все из-за такая. А груши думаете на десятый, пятнадцатом году. Во. Груши на четвертый, пятый год. На этом же ровном месте. Это штамповую форму. Вот такой вот. Это не яблони. Вот я показываю. Вот. Это яблони. А это груша. Это легко догадаться. Что из тех мест, где не хватало влаги. Они восприспосабливались. Они давали колени до десятки метров вниз. Если здоровое дерево, у него колено здесь пятна света уходит. Влагу добывает. А моё в это. И даже мои места. У нас сухой крем. Вот у меня за час, если я корку не убрал, хлеб не даёт. Через час она каменная. Настолько у нас сухой воздух. И всё равно недостаточно сухой до груши. Бывает год сухой, нормально. Второй, нормально. Ну это на пятый год, когда засуха сырая. И будь здоров, это самое. Основание самбо сгнило. Не в яме, а на ровном месте. А как ещё объяснять-то? Сказать просто садить в лохов без объяснений. Кто мне поверит? Меня послали. Телефон этот. Отключили же этот самый. Микрофон. На конференции. Чтоб я о нибудь этого не говорил. Всё. Закончили. Пока. Ещё раз. Я не спрятану-то рукой, ребята. А где-то там выше. Моё объявление насчёт этого. Есть у кого-то с одного отца мальца? Куда я могу доехать? Я постоянно здоровый. Дальше с 20 километров не отъезжаю от города. Но где-то у кого-то, может быть, коляску уже просто не нужно. Продать тоже сейчас проблема. Так просто не купят. Или за бесценок. Может, баусное. Но хорошее. Два в одном. Что такое два в одном? Сам не знаю. Вот такую коляску надо. Всё, друзья. Поговорили. А чего лучше коточку у меня купить? Я заработал это право полтора часа больше. Я рассказывал. И, по-моему, плохого ничего не сказал. Всё по-честному. Так. И врагов не наживаю. Сами понимаете. Я с высочайшим уважением отношусь к Александру Кузнецову. На Алтае это лидер из лидера. Это человек, который доказывает то, что невозможное и возможно. Минус 45. А сейчас так просто вырастет. Зато то, что вырастил, теперь это никогда не замёрзнет. Это сколько лет он потратил на отбор. Я на отбор не тратил. У меня своё направление. Вот. Когда прививаешь. Вот. Виктативная гибридизация. Это совсем другая тема. Но и то хорошо, и то хорошо. Так. Сейчас мы перейдём на тот канал. Сейчас мы перейдём на тот канал. Сейчас, сейчас, сейчас. А. Сейчас я вспомню, как туда попасть. А вот так попасть. Ну-ка, ну-ка. Это мой сын, который живёт в Норильске. Вот только сейчас, только сейчас я первый раз вижу. Путин заинтересовался. Путин заинтересовался урожаем. Акцом и яблони на сады не можем в саде насадить. Да, я видел эту передачу. Вот, и он мне ролик посылал, но я его видел по телевизору. Вот, действительно, не можем насадить. Вот так посадим. Купим этих самых в южных странах. Покажите наши питомники. А если наши, то всё равно клоновые подвои, которые, я считаю, ну, нехорошими, я считаю. Если так мягко. Что это тупиковый путь. А Путин-то откуда это знать? Он же меня не вызовет, скажет, ну-ка, давайте я быстро устрою. Расширенное заседание Академии наук. Вот. А вы выступите и расскажите, как надо это. Самим выросить обои на сады. И окажется, что это далеко и просто. И уж, по крайней мере, не это. Всё, проехали. Значит, я куда? Это я случайно, вот, видите? Оно само выскочило. А я хотел попасть вот сюда. И вот он, Бизон. И я сейчас окажусь там, где сейчас мы будем общаться. Это вторая часть, она покороче, не пугайтесь. Вот. И чего? Ну, а я хотел попасть лучше, да, ну? Так, всё. Сейчас мы с вами посмотрим, что из этого получится. Ну, через пять минут для этого общения. Вот. Нашки меньше становится, но время такое. В это время никто не смотрит. Кроме фанатиков. Или новичков. Вот. А 5 минут, отойдите мне, я сейчас поймусь. Сегодня несколько человек меня даже извинялось. Константинович, я потом записи посмотрю. Меня не будет. Ты там держись. Представляете? Вот что значит, настоящие друзья. Говорят, держись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...